всем привет рукодельные будни продолжаются и я продолжаю делиться с вами своими вышивальными успехами может быть и не успехами тоже посмотрим сегодня 2 июня четверг и я уже приступила к вышивке зимнего букета от анна яки я совершенно забыла снять начало продолжения этой вышивки и уже приступила к вышивке но не особо много успела еще на вышивать и вставлю постараюсь картиночку как это выглядело у меня на начало то есть как я сейчас принялась за вышивку и в общем то вот что у меня уже успела на вышиваться не так много маленький кусочек да вот все вот это это было выше то уже сегодня пока совершенно ничего и конечно непонятно абсолютно но я вышиваю прошивала немножко фона получается здесь заполнила и приступила к вышивке вот этого цветка так чтобы пальцами ты когда возьму карандаш пока совершенно непонятно какое-то серое розовое пятно но в ближайшем будущем он обещает стать красивым цветком вот этим вот таким в принципе здесь и видно что большая часть цветка она находится в тени и действительно какое-то такое серое непонятное но когда появится остальная часть фона появится нам более светлая часть цветка конечно же все встанет на свои места предстоит мне здесь выше серединку цветочка но это будет наверное по заморочнее пока то что я вышиваю здесь ну совершенно не сложная хочу отшить цветок скорее всего а потом уже приступить к фону который справа находится него вышивать будет так быстро скучно и ну как-то быстренько в общем пролетит с цветком будет гораздо гораздо интереснее я вообще думал с какой стороны не в этом ряду пойти может быть все таки здесь завершить листья вот с этой стороны потому что они меня здесь частично вышиты на то есть кусочки только а потом уже приступить к правой части ну почему то почему то меня понесло все таки в правую часть вышивки я начала именно вот с этого цветочка может быть потому просто что мне хотелось попробовать какую-то вышить новую деталь в этой картине посмотреть как получается потому что ну при листики я все-таки вышивала все-таки они у меня на картине уже есть я уже опробовала как это вышивается и вот этот лист вышит и здесь частично листики тоже вышитые. Хотелось все-таки вот именно добавить в эту картину именно цветок. Какую-то новую деталь. И посмотреть, как она вышивается. Ну, мне это успешно удается. С удовольствием вышиваю. Вообще, этот букет идет прям вот, ну, как по маслу. Очень легко, непринужденно, несмотря даже если есть какие-то более сложные этапы в этой картине. С какими-то одиночками. Ну, плюс здесь все-таки много блендов, которые приходится тоже собирать. Тем не менее, получается вышивать как-то легко. Не знаю даже, почему с чем это связано. Но довольно-таки легко у меня это выходит. Ну, может быть, просто я не добралась до каких-то самых сложных деталей этой картины. Я не знаю. Потому что, например, вот эти мелкие цветы здесь что-то еще тоже. Ну, как обычно мелкие детали, они доставляют большие проблемы в вышивке. Да, ну, какие больше, какие-нибудь. Ну, это я, конечно, утриров большие проблемы, на самом деле. Какие уж проблемы. Это все-таки вышивка. Сиди да вышивай. Ну, пусть это будет немножко дольше. Ну, да и ладно. Зато главное это результат. Вышивать я буду, конечно же, не только букет. Вышивать я буду немножко картину попроще. И будет это у меня рысь. Вот это рысь от химеры. Которая понравилась не только мне, но и очень многим вышивачицам. На данном этапе она у меня выглядит вот так. Я вышиваю ее на аиде 18-го каунта. И я ее возьму с собой на дачу. Я думала, что может быть взять например, розу от Панны. Или ту же красную машинку от Риолис. Они тоже вышиваются достаточно просто. Канва крупная. Ну, что-то вот вдохновение меня подталкивает повышевать эту рысь. Тем более, что здесь у меня наметился несложный участок. Я прям себе вот даже вот получается канву на пяльцах немножечко сместила выше. Освободила себе вот здесь вот место, чтобы вышивать получается подбородок и ну, больше даже вот грудь уже рыси. Потому что там оно вышивается легко и для дачи в принципе самое то. Ну и крестик все-таки покрупнее, чем сюжет моет, чем букет, который вышивается на кобелиновой сетке 25-го каунта. Ну и вообще как-то с пяльцами все-таки там пока мне сподручнее. В принципе станок на даче, лампа на даче. Ну, лампа правда не бестеневая, а такая самая обычная офисная лампа. Ну и этого в принципе достаточно. Тем более мне удается повышевать еще и при свете дня. Хотя ну, смотря какая будет конечно погода и удастся мне вышивать вообще на улице на даче я не знаю. потому что пока я с утра на работу потом с работы там какие-то дела дачные может быть у нас там и какой-то этап стройки будет в этот раз но потом все равно мне повышевать удается потому что не нужно бежать домой там туда-сюда ездить мы с пятницы до воскресенья точно 100% все вместе на даче. ну а там уже как позволит погода ну а время хотя бы немного на вышивку я все равно выделю. Еще хочу уточнить что у меня схема этой рыси она из первое издание то есть эта схема вышла еще в катрюсиных рукоделках я успела ее приобрести но в продаже она была довольно недолго потом группа распалась закрылась и в общем приобрести эту схему какое-то время было невозможно ни под каким предлогом она не продавалась но в связи с большим спросом на этот сюжет на эту схему химера сделала перевыпуск и теперь рысь продается правда схема ну чуточку другая я пока еще не смотрела в плане цветов насколько там изменилось количество еще что-то но по превьюшки мне кажется что схема немножко может быть даже в какой-то степени по крайней мере в относительно фона относительно камня можно даже немножечко лучше не знаю посмотрим посмотрим еще я говорила что хочу эту схему обрезать да убрать ящерицу оставить только одну рысь но я пока еще думаю конечно мнение моих зрителей разделились кто-то говорит что да зачем это нужно лишнее вот рысь оставить будет хорошо кто-то наоборот считает что потеряется как бы определенная композиция потеряется сама суть этого сюжета но я я конечно пока думаю но меня смущают здесь некоторые вещи это так называемая мыльность изображения да слишком уж расплывчато то есть если здесь все достаточно четко проработано то вот в этой части получается знаете такая темная яма то есть там нет как таковых листиков нет как таковых деревьев еще чего-то есть просто яма мне она как-то не симпатична и не нравится даже если я вот так обрежу в принципе будет понятно да что там откуда-то из леса эта рысь выходит что там темный фон он будет отлично подчеркивать эту кошку но вот этого вот прям провала в фоне не будет ну и сам камень в принципе он должен получиться на мой взгляд неплохо и в первую очередь именно на переднем плане а вот с левой стороны и сама кошка здесь тоже она как-то вот как размывается расплывается с этой стороны это мне не очень нравится в принципе вот за счет этого мне и хочется убрать лишнее да это не потому что я там просто не хочу вышивать много хочу вышивать поменьше нет вовсе нет мои соображения в данном случае вот именно такие именно в плане самой схемы и в плане композиции вот реально мне вот этот провал здесь как-то не очень нравится безусловно многие зрители со мной наверняка не согласятся у каждого свое мировоззрение у каждого свой вкус да свое понимание там эстетики и прочего и это совершенно естественно но вот мое видение данной картины данной схемы оно таково но до момента когда я дойду до этой части картины еще очень далеко и может быть я и передумаю и останется и ящерица и фон потому что в принципе сама ящерица она прикольная она здесь очень здорово смотрится но вот именно вот эта вся часть вот это вот как-то вот не знаю провал какой-то провал в сюжете ну в общем посмотрим время покажет как это все будет в итоге вышито самое главное в первую очередь конечно же будет вышито кошка которая получается очень классно мне очень очень нравится я думаю что все остальное здесь будет не менее прекрасно сколько уж мне удастся вышить я тоже не знаю конечно же сколько времени выпадет свободного ну сколько бы не вышилось все-таки это будет продвижение вперед сегодня уже понедельник 6 июня и как видите прогресс у меня на конве есть довольно-таки неплохой учитывая что не все предыдущие дни я вышивала этот сюжет я вышивала и рысь тоже правда только один день в субботу но тем не менее у меня по-моему там тысяча крестиков что ли прибавилось но это я покажу уже в следующий раз она у меня на даче эта рысь так и осталась я планирую повышивать еще и в следующие выходные несмотря на то что я уезжаю в пятницу на дачу и возвращаемся мы только в воскресенье вот у меня выпал только один вышивальный день и то мне можно сказать сказочно повезло потому что погода ужасная если в мае у нас была прям классная летняя погода у нас получается весны так как таковой не было зима и хоп и лето сразу в мае мы прям жарились у нас была очень высокая температура за 30 даже жара стояла мы позагорать успели прям классно мы так радовались у нас так рано лето пришло и вот наступило лето календарное вместе с ним какая-то ужасная пришла погода сильно похолодало дождливо в субботу вот как раз таки утром когда на даче были я где-то часов 6 утра наверное выходила на улицу шел снег местами были заморозки даже до минуса ну в общем погода та еще и пока налаживаться она особо не собирается ну что ж небесная канцелярия конечно прикалывается по полной но нам остается только просто ждать но зато повышевать мне удалось немножко побольше потому что в огороде особо в такую погоду ничего не поделаешь ты под дождем ну да ладно не об этом речь речь в общем-то все-таки об этом натюрморте я хотела вышить же цветочек да изначально потом уже дальше вышивать фон но получилось так что я вышивала параллельно и цветок и часть здесь получается листьев я просто ну как-то было такое настроение просто взять один цвет и вышивать максимально взять другой вышивать максимально здесь у меня на один цвет ушло довольно-таки много то есть вот эта вот часть вышивала здесь немножко фона но вот вчера тоже удалось не повышевать я здесь тоже добавила кажется все к одним сплошным черным хотя на самом деле там бленды тут черного с темно-синим черного с темно-коричневым но пока это все выглядит в общем-то одинаково но это только пока когда я вышивала вот этот цветок у меня знаете такие были смешанные чувства потому что в общем-то я и начала с самой темной части изначально вот вышиваю и вижу просто какое-то грязное пятно вышиваю вышиваю но по-прежнему грязное пятно цветка нет просто грязное пятно приступила я к серединке ну тоже в общем-то пятно а когда начала вышивать уже светлую часть тогда уже начал все-таки хоть немножко но появляться какой-то цветок я еще так с картинкой сравнила думаю ну вроде бы практически то же самое получается ну почти то же самое по крайней мере насколько это вижу я вижу сейчас и почему в общем-то я сейчас делаю это включение у меня освещение сейчас не очень сейчас ранее утро и пасмурно очень и дополнительного освещения я не делаю просто вот на подоконнике снимаю то есть обычный натуральный пасмурный дневной свет вот но я просто хочу показать как преобразиться ну надеюсь что преобразится картинка когда я вышью фон вокруг и фон и листья соответственно потому что здесь вот по правой части вокруг цветка это будет в основном фон ну то есть вот такой примерно как и снизу а уже с левой стороны там пойдут листики 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 очень конечно хочется эти листики увидеть потому что здесь в этой картине то что вот уже отшито вот они мне прям нравятся совершенно невероятным образом очень классные прям настоящие цветок пока ну пока все равно пятно но не особо то он на цветок похож по крайней мере вот как я на него смотрю не знаю через камеру может быть это будет смотреться лучше но сейчас пока это вот все равно какая-то клякса сейчас у меня есть время как раз повышивать и я буду налегать именно на окантовку цветка то есть все что здесь рядом постараюсь закрыть фон и так далее то есть постараюсь вот сюда сильно не перебегать хотя у меня выше тоже даже вот здесь вот стежочки есть просто не хотелось нитку обрезать хотелось ее довышивать поэтому я вот тут прям так разбегалась довольно-таки прилично и на листья сюда уходила здесь тоже кстати там какой-то цветочек должен быть там прям такая рассыпуха рассыпуха такие мелкие мелкие цветочки ну тоже интересно будет их повышивать но вот как бы на них не перепрыгнуть потому что хочется их попробовать тоже все будет смотреться но надо все-таки доделать этот цветок я все-таки уверена что когда вокруг я закрою канву он будет смотреться намного намного лучше будет практически как на картинке потому что пока ну если судить превью сравнивать например здесь вот даже на теневой части немножечко градиент выглядит не так как на картинке но это опять же за счет того что нет фона ну я так думаю во всяком случае это включение сделано для того чтобы и вы могли тоже увидеть да как это выглядит до того как вышит фон и все вокруг есть только практически только один цветок и как это будет выглядеть после еще одна вышивка которую я возьму повышевать это красная машинка новогодняя вот такой замечательный сюжет отриолис это называется навстречу празднику и машинка это пойдет со мной вернее с нами со мной с моими детьми на шахматы и на этой неделе по крайней мере ну я так надеюсь что два часа будут отданы вышивке этой машинке ну это я так предполагаю конечно что два часа потому что два часа будут занятия сегодня час и в среду час но смогу ли я полностью время ожидания посвятить вышивке я конечно не знаю потому что ну мало ли отвлекусь на что-нибудь но очень бы хотелось все-таки время ожидания потратить именно на эту машинку уже очень она мне понравилась и конечно я хочу ее поскорее вышить не оставлять долгостроях как часто бывает с моими небольшими вышивками они у меня долго-долго вышиваются я с ним не тороплюсь по настроению так взяла чуть-чуть повышевала отложила на полгодика здесь хотелось бы конечно вышить побыстрее первая часть у меня вышита за один присест сразу же я вышила практически всю машину это где-то половина всей вышивки всего сюжета ну и остается мне конечно же елка подарки и фон хотя изначально знаете я как-то фон не очень-то и хотела вышивать даже не знаю почему не очень-то мне оно нравится самое главное для меня здесь это самая машина елка подарки но дорога здесь очень прикольно смотрится мне нравится свет как падает на дорогу от машины от фар машины в заборчик тоже в принципе ничего а вот эта часть как-то не знаю не очень я ее хочу вышивать в общем я подумаю буду не буду в первую очередь конечно я буду вышивать низ этой картинки и елку с подарками а дальше уже посмотрю не захочу вышивать верх не буду может быть передумаю и вышью все целиком будет видно но сейчас я спущусь в правый нижний угол вышивки как раз там такое простое все прям очень-очень-очень простое возьму нурки на которых я вышивала эту машинку как раз у меня так уголочек хорошо войдут вышью забор вышью свет от фар свет от фар на снегу и немножечко у меня получается наверное я еще и снежок вышли да здесь у меня немножко не до вышит но и внизу тоже здесь тоже как бы снег или тени или что это такое в общем то что вышивается такими серо-голубыми нитками этот участок тоже у меня будет вышить ну и здесь еще такой большой желтый кусок в общем вот сюда размещу и буду замечательно вышивать прям очень даже отлично подойдет тем более что здесь еще большая часть полукрестик и вышивается я думаю довольно-таки быстро и вот посмотрите как преобразился цветок когда вышит фон и много-много стежков вокруг цветочек стал смотреться значительно лучше он прям засиял хотя ну все-таки конечно мне бы хотелось чуть больше четкости в нем но в общем и целом все равно он смотрится хорошо и учитывая что вокруг начинают появляться листья это все вся эта композиция смотрится все лучше и лучше от листиков я просто фанатею в этой картине они очень красивые достаточно трудоемкие но тем не менее это того стоит я так думаю появляется у меня уже один лист он практически вышит в большая часть остается заполнить мне только ну вот совсем немножко стежков и будет еще один прекрасный красивый листик если честно на фоне листьев мне кажется вот этот цветок он вообще уходит в тень и полностью где-то там растворяется я думаю что ну так оно наверное должно быть судя по оригинальной картинке вернее по оригинальной картине по превьюшке получается все очень и очень здорово мне безумно нравится хочется вышивать еще и еще и в общем-то я это делать и планирую здесь у меня участок достаточно такой сложный будет много будет рассыпухи разных цветов хотя в принципе здесь оно практически все так но тем не менее здесь в серединке будут такие мелкие мелкие цветочки их будет вышивать немножко более долго а листочки ну они как-то с переменным успехом есть участки такие более заполненные одним цветом а есть прям рассыпуха рассыпуха листочки которые в тени вот эти темные они ну они вообще вышиваются достаточно легко ну в общем посмотрим посмотрим хочется мне конечно уже листик завершить и вот эти листья вышить и все остальное все хочется больше и больше ну насколько меня хватит насколько хватит мне времени буду вышивать сейчас у меня утро среды я сегодня еще не вышивала вот очень-очень хочется приступить и обязательно конечно это я сделаю чудесный ясный солнечный день пятницы и у меня уже смотрите сколько прибавилось красоты на конве я вышила несколько листьев вышила их практически полностью здесь буквально вот наверное только череночки немножко остаются и вот немножко стежков возле этих самых черенков большая часть листьев здесь у меня готова и картинка все больше и больше преображается ну листья я вообще не перестаю петь дифирамбы этим листиком они невероятно объемные вся фактура отлично просто передана очень красиво получается этот лист вообще очень фактурный здесь тоже листья но они но они классные мне чрезвычайно нравится и вышивались они у меня как-то достаточно легко здесь вот листик надорванный листья немножко подсохшие на кончиках они прям настоящие объемные здорово очень мне это нравится и также я приступила уже к вышивке цветочков мелких которые вот здесь посередине не знаю как они называются вышиваются они довольно таки сложновато ну не то что сложновато просто трудоемко потому что ну мелкие детали так я надеюсь вам сейчас не слишком сильно слышно как работает моя бытовая техника все делаю между делом и сразу же и стирка и мойка и готовка и вышивка и съемка и все все вместе стараюсь все успеть но честно просто не могу не поделиться потому что такая красота ну вот смотрите вот таким вот образом вышивается серединка то есть казалось бы стежков в этом участке в общем-то достаточно много но они все вот такие вот в разброс сейчас еще какой-нибудь стежок возьму например вот этот здесь так покучнее идет но все равно видите да все-все-все-все в разброс но все-таки здесь хотя бы вот по три и больше даже есть стежков рядом но вот оно все так вот все эти цветочки они вот таким вот образом и вышиваются тоже вот они эти стежочки все-все в разброс то есть вся эта мелкотня она вся вот так и вышивается я уже начала довольно-таки много я здесь собрала так вот немножко поближе я думаю будет лучше даже видно да как здесь все это разбросано много-много-много-много-много-много-много-много-много и все они в разброс но главный результат как по мне я во всяком случае готова корпеть над вышивкой главное чтобы был у меня в итоге хороший красивый результат а здесь этот результат безусловно получаю кстати вот этот цветок как видите он тоже все больше и больше но как по мне преображается и выглядит более естественно и как бы он получается находится в тени несколько этого букета да то свет падает только вот на одну небольшую часть цветка все остальное вот в тени и сейчас это все смотрится все более и более естественно как видите у меня еще тут и желтые пятнышки появились маленькие желтые цветы так превьюшку я не взяла но я сейчас наверное покажу постараюсь на вот на схеме на сайте да то есть это вот именно тот фрагмент который я сейчас вышиваю то есть вот эти мелкие цветочки и вот пошли желтые цветы чего меня туда вообще понесло принципе я же этот участок вышиваю да мне его надо закрывать мне вот еще лист остался не до выше ты все-таки один вот этот маленький сверху вот листочек тоже вот он будет вот этот вот лист темные листы которые там на фоне ну тоже в принципе не помешало бы под закрыть недостающие стежки но мне честно говоря просто здесь уже надоело вышивать этими зелеными серыми и всеми возможными вот этими оттенками и мне захотелось попробовать вышить яркие яркие желтые цветочки но очень захотелось тем более что здесь вот сплошной был разброс у меня получалось стежки прям ну совсем одиночные разбросаны нету так чтобы по три по два там по пять этих стежков рядом стояла прям все в разброс по одному стежку на максимум два а здесь все-таки хоть какие-никакие пятнышки одного цвета присутствовали поэтому тут я убил двух зайцев даты все вышивала то что попроще все-таки покучнее и вышила еще одним цветом который здесь в общем-то практически да не практически в общем-то и не использовался таких цветов здесь не было а здесь вот прям все такое желтенькое желто зеленые нитки здесь используются ну пока это конечно тоже просто пятнышки и как они будут выглядеть мы увидим с вами ой наверное еще не скоро потому что ну сами по себе цветочки то выщутся достаточно быстро они все таки маленькие а вот а вот все остальное вокруг вышлется еще но не скоро потому что много здесь еще вышивались и здесь сверху большой цветок и вокруг мелкие цветочки которые тоже естественно будут более трудоемкими дольше я буду вышивать сложнее будет ну ну хотя бы хотя бы частично все равно можно будет оценить насколько там хорошо или не очень они получились но нет наверное все таки это будет еще долго потому что выживается кропотливо и ближайшие дни тоже меня эта вышивка не слишком будет продвигаться потому что мы уедем на дачу опять же работа без нее никуда но в любом случае я буду стараться ну конечно так тут я душу отвела на желтых цветках я ну может быть я их еще повышеваю но все таки основное свое время вышивальная на эту работу я потрачу именно на вот серединку вот этого участка именно на мелкие цветочки хочется мне завершить этот фрагмент посмотреть конечно как получится ну и вообще по логике вещей конечно нужно здесь заканчивать а потом уже двигаться дальше очень очень хочется конечно побыстрее все это вышить в принципе у меня и так довольно таки продуктивная результативная вышивка получается я очень даже очень довольна и у меня на данный момент вышита так сколько у меня тут ну вот треть вышита 33 с лишним процента у меня уже есть в общем здорово двигаюсь хорошо и такой классный результат конечно же мотивирует продолжать дальше вышивать и в таком максимальном быстром темпе потому как конечно же каждую каждую буквально даже самую маленькую детальку вышивки хочется поскорее увидеть сегодня я думаю что я успею повышевать немножечко еще этот сюжет сегодня я уже немножко в общем-то и повышевала я успела там на стежков 700 уже настрочить так между домашними делами в любом случае я думаю что этот сюжет я повышевать уже успею а вечером ну скорее всего до вечером сегодня мы уже уедем на дачу потому что мне так удобнее и я вообще сейчас спешу поскорее убраться из города потому что начался сезон тополиного пуха и это невыносимо в нашем районе тополей немерено и всегда когда начинается сезон светение тополей это какой-то кошмар у нас прям снежная буря здесь благодаря той погоде которая была совсем недавно да вот холодно дождливо было как-то мне кажется в этот раз будет немножко полегче но может быть мне так просто кажется но в любом случае я хочу поскорее от этого пуха уехать он просто невозможным лезет везде в глаза в нос от него все чешется не знаю это какой-то кошмар это всегда вот когда начинается этот пух тополины для меня это самое ужасное время года в общем время покажет и от обстоятельств как что у нас ложится конечно же будет зависеть и моя вышивка тоже почти неделя пролетела сегодня уже четверг 16 июня и перед собой вы видите мою удачную вышивку и если полторы недели назад мне удалось выходные повышевать ее только один день в субботу ну достаточно неплохо повышевать в принципе то в эти прошедшие выходные мне удалось вышивать гораздо гораздо больше один день наверное только я почти не вышивала там у меня было буквально 250 крестиков 100 до работы и 150 вечером а все остальное время я вышивала довольно неплохо пряталась от солнышка в тенечке с вышивкой у нас после холодной погоды после заморозков вернулось лето жара стоит невероятная но это в принципе даже и здорово конечно же хоть лето увидим погреемся это все очень классно но больше времени провели на даче у меня дети с мужем еще в деревню уезжали так у меня был вообще практически можно сказать отпуск ну только что я конечно на работу ходила поэтому не смогла с ними тоже поехать так бы уехали на выходные все вместе ну в общем было у меня время повышевать днем тоже сильно жарко и особо не разгонишься что-то делать даже в хотя мне там и делать то все уже вроде бы как бы в основном то и переделано ну не суть главное что время повышевать было и позагорала чуть-чуть умудрилась даже чуть-чуть сгореть поджарила плечи но я с солнцем вообще довольно таки осторожно обхожусь после того как несколько лет назад меня солнечный удар бомбанул и после этого со здоровьем были такие серьезные проблемы долго я восстанавливалась теперь очень стараюсь осторожно с этим делом то есть на сильный солнцепек обычно не выхожу но тут у меня случилось вот смеяться будете у меня черепаха сбежала она была у нас в коробочке на даче но что-то там ей не понравилось плакать начала черепаха и я решила сделать ей загончик такой и ну выпустила ее так периодически поглядывала на месте не на месте в итоге она этот загончик повалила одну стеночку и удрала и вот мне пришлось ходить по всему огороду и разыскивать эту черепаху ходила я ее искала в самый солнцепёк прям вообще была безумная жара у нас в тени было 33 градуса на солнце я вообще не знаю сколько было но пришлось вот шарашиться искать эту черепаху потому что конечно сын бы очень расстроился если бы я ему сказала что черепахи больше нет черепаху надо сказать я не сколько я не искала куда не заглядывала я ее не нашла вечером уже муж приехал тоже там два круга по огороду дал и все-таки черепаху нашел к счастью вот мы черепаху нашли и поехали все-таки домой ну ладно вернусь к вышивке они к черепахам а то у нас тут до новый питомец новая черепаха которая совершенно случайно попала тоже к нам в руки мы ее не покупали они вообще по моему краснокнижные их как бы официально то и в зоомагазинах продавать-то нельзя да и покупать соответственно наша черепаха и из деревни привезли там у родственников знакомые квартиру купили и купили квартиру вместе с черепахой как оказалось ну и вот пошла черепаха по рукам сын мой увидел давно хотел я тут увидел что вот она черепаха уже в руках вот ему она прям жизненно необходимо и поэтому ну я конечно разрешила ее взять домой вот так что у нас теперь тут новый питомец который как казалось глаз да глаз за ним мужу когда сказала что у меня черепаха убежала вовь надо мной смеялся долго смеялся вот ну ладно опять это не такое отступление к вышивке рысь моя смотрите как подросла подросла на если в крестиках где-то около пяти тысяч наверное у меня получилось повышевать все время на мне было на даче я ее вот как увезла четвертого числа по-моему я ее вышивала там первый день и вот во вторник вечером привезла получается я ее обратно не знаю повезу ли я ее в следующий раз может быть я возьму на дачу что-то другое и возможно это будет что-то такое прям совсем попроще что имеет бумажную схему потому как вышивать на улице с планшетом все-таки довольно неудобно тем более в такую вот яркую солнечную погоду очень сильно бликует отсвечивает неудобно глазам приходится приглядываться к этой схеме ну вышивать как бы неудобно это когда в домике уже допустим вечером сидишь или уж когда совсем совсем жара тоже в прохладу уходишь тогда нормально а вот на улице вышивать несколько проблематично не знаю посмотрю в принципе но хоть и проблематично но вполне реально мы старалась я вышивать тоже здесь в основном что попроще я в раму и пяльца специально так передвинула то есть вышивала я в основном вот эту часть всю нижнюю пасть закончила подбородок шею начала носик смотрите какой кожаный кожаный получился переносицы здесь тоже я крестики добавляла потихонечку все таки хотелось мне изначально конечно вот и носик увидеть но дальше вышивать уже в эту часть где глаз не очень удобно это нужно будет перепяливать канву канву перепяливать тоже было неохота хотя это в общем-то дело минутное уж если выбрала себе вот такой участок думаю ну буду заполнять уже вот на сколько хватит буду заполнять надо сказать что с небольшого расстояния вот допустим как видите сейчас вы например через камеру очень классно прям здорово особенности конечно это вот глаза нос здесь уже все смотрится несколько проще да такой упрощенный вариант но если посмотреть на это вблизи и прям сильно вблизи то это просто не что там где вы видите серые оттенки там они не просто серые там они голубые они прям откровенно синие вот и шеи начинается тоже там прям ярко синие идут крестики здесь тоже часть если близко смотреть то там тоже серо-бурмалиновый каких только цветов нет часть где зубы она ну даже издалека смотрится так себе четко да то есть если смотреть прям близко тут вообще размазня то есть эта картина которую нужно смотреть издалека сто процентов издалека это класс на а избили близи если смотреть ну это в общем-то так себе но это конечно если уж совсем близко рассматривать буквально с полуметра это уже смотрится очень даже здорово самое главное здесь конечно это вот сама морда это глаза да вот это все место это это прям очень круто смотрится здорово остается только мне потом на на подвинуться немножко и до вышивать все-таки полностью морду этой рыси вышивается в целом достаточно несложно я думала что будет хуже потому что все-таки животная шерсть мне казалось что будет как-то больше такой вот разрозненных таких крестиков но на самом деле как-то все довольно плавненько идет вот усы и в принципе тоже ну угадываются так можно сказать конечно не не четкие совсем не четкие но вполне себе неплохо я еще так отличненько приспособилась на даче же станок-то этот деревянный большой от мастер семьдесят четыре увезла на дачу и вот на нем вышиваю на пяльцах ой прям очень удобно я тем более выхожу допустим я бывает там на скамеечку сяду по вышиваю потом бывает я в креслице сяду по вышиваю и нужно постоянно регулировать высоту потому что там ну разной разной высоты и сиденья получается и все так легко и просто и удобно и что глубоко можно задвинуть к себе вот это все придвинуть вернее пяльца прям очень классно я не знаю если получится я засниму как я там приспособилась на даче и какое оказалось довольно таки удобное креслице для вышивки я из него влазить даже практически не хочу я бы наверно даже дома такое поставила потому что мне показалось но очень удобно про запрос о видео как сворачивать вот такой вот солнышко и сворачивать его из жесткой ткани да допустим даже габелиновая сетка или жесткая аида выполнен будет я просто несколько задерживаюсь отснять отсняла а вот смонтировать у меня целая проблема я это видео то в общем то собиралась сделать вчера в среду но до обеда пробегала по делам и после этого как уже вернулась домой домой хорошее освещение у меня уже ушло вылезло солнышко и снимать было совершенно невозможно поэтому вот перенесла немножечко на сегодня что еще я вышивала вышивала я конечно же конечно же вот эту машинку но повышевала я и планировала же два часа до два ожидания в понедельник и в среду но получается добавилась еще одна среда то бишь вчера вечером тоже вот мы ходили на шахматы и я тоже вышивала но уже по возвращении домой я тоже немножко повышевала потому что мне очень хотелось конечно же уже этот кусочек завершить мне не хватало здесь только бэкстича то есть первые два раза я вышивала в основном у меня шли только вот полукрестики но здесь все как оказалось все что у меня было недовышито и заборчик и свет вот это все это все полукрестики просто в разное сложение нити здесь и два сложение есть и одно и три сложения вот здесь вот есть в общем всевозможные толщины нитки здесь использовались уже вчера вечером я начала делать бэкстич но по большей части у меня здесь даже не столько бэкстич сколько выкладная нить я ее очень усердно выкладывал очень старалась аккуратно это все делать но и вроде бы получилось довольно неплохо тоже здесь и в две нитки есть и в одну нить есть на заборе вот допустим один цвет используется так не знаю насколько видно один цвет используется но он используется сразу где-то вот местами он идет в две нити а где-то вон идет в одну нить но я вышивала в общем-то все дело по отдельности только вот с этой стороны у меня уже чуть-чуть я довышивала в две нити закрепила нить получается половинку отрезала, ну то есть одна нить у меня осталась в игле то есть она осталась здесь, она продолжалась а вторую ниточку я обрезала и все что мне оставалось вот эти лучики от цвета я уже вышивала в одну нитку то есть не обрезая, не крепясь заново вот так, ну надеюсь я понятно объяснила добавились у меня здесь вот бантики на машине и еще добавились, так они дворники, ну в общем этот кусочек схемы вышивки вернее у меня завершен да, вот здесь я что-то добавляла еще там бэкстич получилось по-моему неплохо лонгстич у меня только вот здесь белые лучики вот они белым цветом, так же как и здесь ну или почти белым ну это не суть важно, то есть здесь я делала все так называемые нить в прикреп да, коучинг а здесь у меня получился лонгстич то есть длинные такие полосочки делаю я их немножко крученными не знаю, видно, не видно вот они как бы немножко перекрученные так мне нравится гораздо больше они так получаются ну просто прямая красивая линия она не раздваивается здесь вот я есть места, где плохо перекрутила да, вот здесь и вот здесь и вот видите, она как немножко раздваивается уже как-то не очень то есть когда просто вот такая длинная полоса это гораздо лучше здесь я не прикрепляла не стала то есть белые лучики у меня просто длинные а вот эти все, вот эти длинные лучи они у меня уже тоже идут в прикреп бэкстичем я в данном случае вышивать вот не люблю если есть возможность если получается я вышиваю бэкстичем как вот допустим здесь была машина вот здесь он получает у него бампер здесь у меня шло бэкстичем и все отлично смотрится колеса тоже там много где а вот если нитки светлые или если нужна вот такая вот длинная-длинная полоса то тогда я бэкстич не использую а использую именно вот эту выкладную нить то есть выкладываю ее и делаю в некоторых местах закрепочки чтобы она у меня потом никуда не провисла здесь правда вот немножко наскосячила сделала как-то кривоват ну в конце концов это что деревенский забор доска какая-то там немножко подумаешь покорежилась она там я думаю что вполне себе естественно и хорошо смотрится в общем довольна я абсолютно конечно этой машинкой очень она красивая получается и можно уже переходить на какой-то другой фрагмент ну и конечно же букет мой натюрморт цветочный от анаяки я успела повышевать и в пятницу и повышевала соответственно еще вчера было у меня время вот я завершил этот небольшой фрагмент вышила мои мелкие цветочки добавила еще листочки ну конечно классно желтенькие цветы здесь тоже так довольно таки неплохо по завышевались единственное что мне кажется все таки вот эти вот мелкие цветы они как-то немножко пересвечены по крайней мере вот воочию когда я на них смотрю они действительно как будто как засвечено немножко но знаете я вот когда с дачи вернулась даже у меня вот эти цветы получается здесь вот немножко не до выше то было готова была основная часть но вот вот этого листа не хватало здесь чего-то не хватало но все равно я приехала с дачи что уже поздно время уже часов 11 наверное было я тут пока вещи разбираете вещи собирать в садик детям там ну знаете ну-ка я думаю что многим это знакомо до приехали значит несколько дней там пробов и начинается беготня туда-сюда и что-то я проходила мимо вышивки я прямо становилась и стою любуюсь какая же все-таки красота как же это классно получилось у меня очень нет прям да я прям зависла такая стою и любуюсь ну полюбовалась побежала дальше и конечно же вот я вчера с удовольствием приступила к вышивке вновь и добавила ну как бы завершила получается вот этот маленький фрагмент этой картины очень все-таки классный и прям вот именно в целом может быть это в деталях можно будет прикопаться да как изначально я немножко сомневалась в этом большом цветке сейчас я в нем в общем-то и не сомневаюсь чем больше появляется вокруг тем более естественным и настоящим и красивым он получается посмотрим может быть и эти мелкие цветы в дальнейшем будут смотреться несколько иначе когда добавится вокруг больше элементов больше листьев больше цветов но как-то у меня претензии вот к этому цветку все-таки было наверно немножко меньше чем вот к этим маленьким все-таки ну мне кажется все-таки небольшой засвет есть ну да ладно все равно в общем и целом мне очень нравится это классная классная действительно будет картина я очень довольна что и вышиваю спасибо а не огромнейшее за то что она вообще разработала эту схему и за то что она продолжает делать очень очень красивые схемы да вспомним только хотя бы подсолнухи и и на такой красивой ноте я буду заканчивать это видео буду продолжать вышивать дальше надеюсь радовать и вас своей вышивкой желаю вам всем всего самого-самого хорошего хорошего настроения хорошей погоды до новых встреч пока пока пока